Ребят, привет! С вами Yoop Design, меня зовут Саня, и сегодня я решил снять вам видео по припроцессору SAS. Это будет большая серия, наверное, из трёх или четырёх роликов, в зависимости от того, как будет получаться по длине, которая расскажет вам о всех многогранных особенностях этого языка и расскажет о преимуществах его использования в повседневной работе или просто в хобби. Но я думаю, лучше меня даже скажет официальный сайт проекта. И можем... Сейчас я док уберу. Очень быстро сюда зайти, увидеть кучу хвалебных всяких надписей о том, что это самый взрослый, современный, и хорошо поддерживаемый припроцессор для CSS. Взрослый, потому что над ним работает в течение семи лет. Поддерживаемый, потому что у него на самом деле очень большое комьюнити. И дело даже не в том, что просто много людей его используют, а дело в том, что очень много людей вместе с его помощью делают большое количество фреймворков, каких-то небольших библиотек и, в общем, развивают проект по полной. Ну, то есть вот здесь написано про Компас, Бурбон, Сьюзи. Про Компас и Сьюзи будут отдельные ролики уже после того, как я сниму все про САС, потому что они на самом деле заслуживают отдельного слова. Ну, и одна из главных особенностей САСа – это то, что он полностью совместим с CSS. То есть любой валидный CSS-код будет валидным и для САС. Поэтому, если вы боитесь о том, что вам очень сложно будет перевести существующий проект на САС, то это все безосновательно, потому что можно просто скопировать весь проект. И, да, на самом деле, даже просто сменить расширение файла с CSS на SCSS и вперед пользоваться огромным количеством дополнительных функций, которые предлагает нам САС. Ну, начнем, наверное, с установки. Прямо здесь, на официальном сайте, расписано, что есть два способа использовать САС – с помощью приложения с графическим интерфейсом или с помощью командной строки. Я уже делал обзор на приложение CodeKit, которое работает не только с САСом, но и со всеми остальными CSS-препроцессорами и еще большим количеством разных фич. Здесь появится ссылка на этот скринкаст. Компас-эп рекомендует разработчики Компаса. Каждая из них, на самом деле, чем-то примечательна, ну, как минимум, платформами, на которых она поддерживается. Вот Никита, который вместе со мной занимается пабликом, он купил себе препрос и активно пользуется, его все устраивает. Почему бы и нет? Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделал обзор на какой-то еще из этих приложений и посмотрим. Я пользуюсь CodeKit, но иногда и командной строкой. Давайте рассмотрим этот вариант, потому что он не предусматривает установки никаких дополнительных программ. Ну, на Linux нужно для начала установить Ruby. На самом деле, везде для начала нужно установить Ruby. На Linux, в зависимости от самой операционной системы, вы из своего пакетч-менеджера установите его, например, apt. И на Windows нужно скачать Ruby Installer. Я даже не помню, пробовал я его устанавливать или нет. Вот если сейчас мы откроем это в новой вкладке, то здесь просто нужно скачать дистрибутив, установить, и, наверное, будет работать. Я, насколько помню, нужно еще будет прописать пути в командной строке, чтобы команда Ruby сразу работала из любой директории. Но это уже Windows-штуки, я про них даже особо и не знаю. Вот. На Mac уже установлен Ruby в большинстве случаев, и нужно просто установить SAS. Я покажу, как я это делал. Для того, чтобы убедиться, что Ruby установлен, можно проверить его версию. 100% он установлен, можно будет ее обновить, но, в принципе, SAS не очень требователен. Я даже не уверен, что он требует вторую версию Ruby. Я думаю, с 1.9.3 он тоже вполне себе работает. Когда Ruby уже установлен, нужно просто установить GEM. Ну, у меня он в данный момент установлен, и проверить это можно, ну, все той же командой version. Я работаю с версией 3.3.3. Это самый последний релиз. Он вышел буквально на прошлой неделе. Вообще, мажорный релиз 3.3 состоялся в начале марта, и уже вышло три, ну, небольших обновления, которые фиксят баги, и, ну, ребята очень оперативно работают. Это здорово и замечательно. Я уже создал, как вы видите, на рабочем столе папку SAS Test, и теперь, чтобы непосредственно приступить к компиляции, мне нужно запустить Watcher, Watch, прям на эту папку, и Style Expanded я напишу для того, чтобы стиль выводимого CSS, компилируемого, не отличался от того, как мы привыкли это писать в обычное время. Все, в данный момент Watcher ждет изменений файлов, и я открою пару окон редактора для того, чтобы посмотреть, как это будет меняться. Ну, кстати, я это зря, потому что файл-то не создал. Вот, я создал этот файл, теперь запущу Watcher, и можно уже писать. Любой валидный CSS будет работать и в SCSS. Делаем черный цвет, берем шрифт, просто для того, чтобы проверить, как это работает. Появился Style CSS, здесь задетекчены изменения в нем, и, как вы видите, практически ничего не изменилось. Весь код доступен, и можно компилировать и работать. Я для демонстрации в этом скринкасте буду использовать не свой SASS, который установлен, а ресурс SASS Master, потому что с ним работать быстрее, удобнее, и, в принципе, он классный. Я хотел вам тоже о нем рассказать. Сейчас я закрою это, открою его во вкладках. Вот, он очень напоминает большое количество лайф-редакторов, как CodePens, SSD, JSFeedle, но он непосредственно заточен под SASS. То есть, если посмотреть, у него огромное количество всяких настроек здесь, большое количество библиотек, которые можно подключать прямо здесь, не устанавливая. То есть, это очень легко использовать, для каких-то набросков, небольших проектов, для работы в команде, для начальной работы, и после этого можно уже уходить непосредственно к себе на машину и как-то интегрировать это в проект. Здесь мы можем выбрать несколько компиляторов. 3.3.3, нынешний релиз. 3.2.15 для тех, кто все еще не перешел на 3.3. Насколько я помню, там не сильно много было изменений, изменений, они все касаются только скоупинга переменных, но, в смысле, изменения-то были, критичных для того, чтобы перейти с 3.2 на 3.3. Но как бы то ни было, этот компилятор тоже присутствует, и для того, чтобы тестировать, что работает на этих двух, здесь можно выбирать. и lib.sass, это компилятор, написанный на C. Он работает существенно быстрее того, который оригинального, написан на Ruby, но он не поддерживает большое количество фич 3.3, даже некоторые фичи 3.2 не поддерживаются, поэтому он только для самых стандартных функций SAS используется, но иногда пригождается в силу того, что компиляция происходит намного быстрее. Здесь можно стиль компиляции и последующего кода тоже менять. И стоит отметить, что изначально SAS был только вот с этим синтаксисом, который сейчас оригинальным SAS названием и называется. Это indentant синтаксис, он очень похож на Python, на Ruby, повышает читабельность, но я покажу его в процессе, но мы будем работать вот с этим, потому что только он является полностью обратно совместимым с CSS, и преимуществ использования синтаксиса SAS на самом деле немного, он просто чуть-чуть покомпактнее, и, ну, это зависит от бэкграунда программиста. Если он начинал с Python или Ruby, возможно, ему будет как-то это понятнее, приятнее, но для большинства пользователей вот этот подойдет больше всего. Здесь, кстати, в SAS-майстере есть интеграция с GitHub, можно сохранять все, что вы здесь написали в гисты, расшаривать их, и на самом деле можно даже любой существующий гист уже открывать. Здесь с помощью SAS-майстера он будет ловить, подставлять в эти колонки, и, в принципе, это очень удобно. Для начала расскажу о том, что сам непосредственно компилятор SAS, кроме всех валидных CSS-правил, воспринимает еще и набор правил, которые называются SAS-скрипт. Это такой вымышленный язык программируя. Ну, то есть все языки программируя, они, конечно, вымышленные, но вот этот там такой новый используется только здесь и поддерживает, ну, большое количество таких штук, которые характерны для языков программирования, то есть переменные, функции, миксины, наследование, ну, в рамках того, как это можно здесь вообще назвать наследование. И именно с помощью него мы будем использовать все те фичи, которые нам предлагает SAS, именно поверх CSS. Ну, с самого начала остановимся на переменных, то есть, ну, все мы знаем, зачем нужны переменные, они нужны для того, чтобы не повторяться, и если мы вдруг захотели какое-то одно значение во всем проекте изменить, то не нужно будет его менять в нескольких местах, достаточно изменить переменную, и весь проект уже перекомпилировался с учетом новых значений. Ну, это лучше будет видно на примерах, то есть я тут создал небольшой блок переменных, уже просто скопируем, ну, вы видите, он на лету компилирует за практически мгновенно, ну, просто потому что сейчас еще даже и компилировать-то нечего. Здесь четыре цвета, это цвета непосредственно вот с этого сайта, то есть у меня здесь есть стайл гайд, там есть цвета, ну, я просто оттуда взял для того, чтобы удобнее было показывать. Ну, и несколько фонд-стеков для разных кусков нашей разметки. Все переменные начинаются со знака доллар, и любые латинские буквы, цифры можно использовать в их названии, и точно так же можно подчеркивать, использовать дефисы и нижние подчеркивания. То есть, ну, сейчас продемонстрирую. ColorHopPush, он эту переменную использует, давайте ее как-нибудь здесь, например, background, такое присвоим. То есть я обратился к этой переменному значению взял, и если я использую нижнее подчеркивание, он точно так же берет значение. Для SAS скрипта совершенно не важно, что вы используете дефисы или нижние подчеркивания, он их интерпретирует одинаково, поэтому, ну, кто как привык, тот так и пишет. Здесь никаких ограничений нет. Что касается типов данных, то SAS скрипт включает в себя несколько типов. Это цветовые значения, числовые, которые можно добавить, пиксели, проценты, емы, ремы, и все CSS величины. То есть все CSS-типы данных он поддерживает, плюс несколько других, я на них попозже остановлюсь. Но вот здесь мы видим список. Список на самом деле можно разделять не только запятыми, но и пробелами. Сейчас попробуем. font-family, font-text, допустим, пересвоим. Очень быстро это здесь появилось. Если мы используем пробелы, то он точно так же здесь оставил с запятыми, поэтому как нам списки или, если угодно, линейные массивы удобно здесь писать, так компилятор совершенно ему это не важно. С релизом 3.3 появилась возможность использовать хэши или объекты, как в JavaScript привыкли говорить, в общем, мэпы. Я о них позже остановлюсь где-то в третьем уроке, когда буду рассказывать о всех фичах 3.3, почему их стоит использовать. Здесь просто покажу синтакси, что можно создать условно хэш-колорс, в который писать hop-bush со значением c69. Здесь закрыть. И потом использовать это с помощью функций для работы с мапами. Например, здесь map-get colors и hop-bush мы используем. Все, background привалился. Это очень удобно для организации работы с большими проектами. Ну и на самом деле мы понимаем, что в реальной жизни будет использоваться что-то типа brand primary, ему будет приходить переменная color-hop-bush. И здесь мы уже непосредственно будем использовать именно значение brand primary. Ну это тонкости, они все зависят от той методологии, которую вы используете для организации своих фронт-энд проектов. Я думаю, позже остановлюсь и на BAME, и на smax. Все это будет в отдельных скринкастах. Пишите в комментариях, если я что-то упускаю, вы хотите о чем-то увидеть. Это здорово будет, спасибо. И обязательно сниму еще. Что касается следующей функции sas, можно рассказать про вложенность. Так, я сейчас это все уберу, потому что мы это будем дальше использовать. Просто можно использовать вложенность, то есть, ну, все мы знаем те моменты, когда нам приходилось делать что-то такое. вложенность. Не знаю. Или даже это все лучше, конечно, применимо к навигации. ну, то есть, я могу даже не продолжать, но тем не менее, что-то в таком духе все мы делали. и это существенно растягивает код, нам неудобно его дебажить совершенно. и 100%. Вот, неудобно его дебажить, и в принципе, наверное, это очень сложные селекторы, которые нужно с помощью классов как-то убирать эту лишнюю вложенность, но это тоже не для этого урока, в плане демонстрации, наверное, будет очень даже неплохо. Мы можем существенно упростить написание с помощью стандартной вложенности, которую нам предлагает SAS, прямо вот так. Тут у нас не будет вот, потом вот так и и и код там можно записать сюда вот так. Как вы видите, вывод у нас точно такой же, какой был бы, если бы мы написали все эти селекторы вручную, но так воспринимать код значительно удобнее, можно его сворачивать, разворачивать и модульно разрабатывать ваши таблицы стилей, то есть каждый модуль можно свернуть, все внутри относится непосредственно к нему и поэтому не будет никаких с этим затупов. Что касается вложенности, еще нужно, конечно, отметить, ну вот можно использовать все стандартные CSS, вот эти штучки, которые селекторы родительские, ближайший родственник, следующий за ним селектор и так далее, это все здесь точно так же работает, как в обычных CSS-таблицах, ну еще стоит отметить о том, что для того, чтобы использовать псевдоклассы или псевдоэлементы, например, hoover, active, можно использовать родительский селектор, то есть если мы здесь используем символ амперсенда hoover и text decoration underline здесь мы его уберем, то вы видите, что hoover применяется именно к этому элементу и всего лишь вот этот один амперсенд помогает нам именно этот функционал реализовать очень быстро. Кстати говоря, что касается методологии типа BEM я забегу вперед и расскажу, что в SAS 3.3 очень гибкий сделали вот этот родительский селектор, благодаря чему можно теперь делать вот так и мы не будем делать лишнюю вложенность, а он просто создаст класс, который включает в себя родительский класс и здесь мы можем написать на самом деле все, что угодно после этого вы видите вывод получается примерно такой. Дальше можно говорить о том, что в SAS поддерживаются как в любых препроцессорах вы наверное уже слышали миксины и наследование, то есть экстенды, если говорить именно в терминологии SAS. Я попробую сейчас это все показывать не на вот таких абстрактных примерах, а на конкретном примере для того, чтобы мы могли как-то это все более наглядно видеть, я здесь покажу, у меня здесь на самом деле спрятан HTML-код, который включает в себя вот такую разметку, здесь есть диф с классом модуль, в нем заголовок, модуль heading, параграфы и несколько ссылок просто для того, чтобы сейчас мы это все стилизовали, увидели, как легко можно работать с SAS и конкретно помодульно разрабатывать нашу CSS, но кстати говоря, во вложенности можно использовать директивы медиа для медиазапросов и писать ее не снаружи после каждого селектора, а прямо внутри опять же для удобства организации кода, ну вот например здесь небольшие стили для боди, 60% размер шрифта, line, хейт, золотое соотношение, кстати говоря, здесь мы видим функцию работы с цветом у SAS, я о них позже остановлюсь в следующем видео, но здесь вы можете догадаться по контексту, что он берет цвет и затемняет его на 15%, я не сильно вдавался в алгоритмы, которые движут SAS, и как именно эти цвета получаются, но они получаются симпатичные, почему бы и нет, я часто использую именно встроенные функции для работы с цветом, я даже доподлинно знаю несколько случаев людей, которые начали использовать перепроцессоры как минимум ради работы с цветом, потому что каждый раз заходить в фотошоп или в какой-то редактор для того, чтобы затемнить чуть-чуть цвет, скопировать его значение, вставить сюда, это очень долго и так это значительно удобнее делается. Здесь вы видите, что я с учетом подхода Mobile First сделал шрифт чуть поменьше на телефона, увеличиваю его дальше, 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 для того, чтобы он использовал свет, сверну, чтобы много места не занимало. И тот диф, который мы использовали, я стилизую очень быстренько, для того, чтобы удобнее было смотреть, маргин авто, небольшие отступы, границу, вы видите, очень быстро это все компилируется в удобный код, здесь тоже можно свернуть, тут придется долго сворачивать, поэтому не будем скроллить, если нужно будет что-то посмотреть. Так вот, о миксинах. Миксины это небольшие кусочки кода, которые нужно несколько раз использовать в CSS. Самые классические примеры миксинов, это CSS3 свойства, то есть, ну, все мы знаем, что для функционирования в старых браузерах нужны вендор префиксы, webkit, moz, o, для старых опер и так далее, и именно они каждый раз это писать долго, и хочется, многие используют автопрефиксер и префикс free, большие библиотеки, которые после компиляции CSS еще его парсят и добавляют туда необходимые какие-то префиксы, но их нельзя контролировать, они написаны непонятно кем, и для собственных миксинов иногда, конечно, лучше их написать просто самому, это быстро, несложно, и давайте попробуем. Для этого используется директива миксин, мы пишем название, например, самый классический пример, border radius, ну или даже другой классический пример, box sizing, здесь делаем как будто это просто CSS класс, свойства, отделяем кудрявыми скобками и пишем, я даже скопирую, я это уже написал, вот так, миксины могут принимать, а могут не принимать параметры, в данном случае миксин не принимает никакие параметры, его можно просто вызвать по названию и применить вот эти конкретные CSS правила к любому элементу, вызывается директива include, и просто box sizing, все, мы видим, что все эти правила из миксина сразу же применились к нашему классу, а мы написали очень немного, то есть единожды сделав для себя небольшую библиотеку миксинов или используя уже существующий например компас можно очень сильно сократить работу над проектом время работы и организовать свой код, что касается параметров всегда можно сделать какую-нибудь переменную которая принимается сделать значение и вызвать непосредственно с border box все, здесь точно такой же вывод но как мы знаем есть еще значение например padding box и по-моему content box которая дефолтная но они используются значительно реже вот это используется практически повсеместно что касается наследования существует директива extend которая расширяет класс и ну допустим сразу же покажу на примере сделали мы второй модуль и хотим чтобы все вот эти стили применились и ко второму модулю то есть ну грубо говоря он наследует весь этот класс это очень часто необходимо если сами у нас на сайте несколько модулей с одинаковыми рамками и отступами но контент в них сильно разный поэтому можно сделать такие абстрактные классы только с рамками только с отступами и с помощью директивы extend просто прописывать что мы хотим этот класс расширить и на самом деле здесь очень такое существенное отличие между миксинами и наследованием если миксин просто каждый раз выводится в класс если мы его выведем в другой то он просто напишется еще раз очень много кода получится если это нерационально использовать то все наследования они все эти классы просто через запятую здесь прописывают и ваш итоговый CSS код получается довольно-таки приятно и ну очень легко смотреть то что на самом деле как используется я это уберу также есть в SASS такие селекторы и селекторы класса которые можно они называются placeholders я не знаю как это по-русски назвать но в общем суть в том что они не компилируются напрямую в вашу таблицу стилей то есть я здесь заготовил парочку просто для демонстрации сверну вот они пишутся через процент то есть не через точечку как мы обычные классы описываем а через процент и как вы видите их нету в коде они никуда не компилируются но SASS компилятор он знает о них парсит их и ждет что мы где-нибудь подключим в дальнейшем коде ну давайте именно так и поступим я уже вам рассказал о вот этом фокусе с родительским селектором и добавлением класса прям так и пишем extend heading 1 и как вы видите module heading класс уже появился здесь и унаследовал вот эти все правила которые в этом placeholders заложены причем сам он не компилируется никуда ну то есть если я здесь 2 не важно какие-то напишу они просто через запятую пишется и placeholder остается в недрах нашей библиотеки или фреймворка это дико удобно я очень хотел бы чтобы я потому только не использую bootstrap или foundation ну то есть использую конечно но в собственных проектах стараюсь этого избегать потому что очень много лишнего CSS кода приходится таскать с собой ну то есть например абсолютно все свойства касающиеся сетки гряда они лежат в нашей таблице несмотря на то что мы используем только там два применения поделили 12 колонок пополам и использовали кучу CSS кода приходится таскать с собой и если бы вся весь bootstrap или foundation был реализован с помощью вот таких вот placeholders то намного проще было бы с ним работать и это прям на самом деле был бы неимоверный прорыв вперед на самом деле существует уже подобная библиотека она кажется SCAT называется если сейчас вспомнить погуглить SCAT SCAT наверное это оно да это оно здесь все именно в placeholders лежит это очень сложная библиотека я с ней так ни разу не разобрался но я думаю что придется и об этом тоже какой-нибудь ролик потом сниму ну давайте продолжим наш проект стилизовать для того чтобы потом посмотреть что получится я не зря использовал вот эти переменные здесь то есть это их можно здесь присвоить css свойством font family например это у нас заголовок поэтому font head будем использовать по умолчанию заголовки у нас жирные но мы делаем легенький такой блок текста поэтому заголовок не будем делать жирным вот такой вот небольшой цвет сделаем на самом деле здесь мы сейчас видим то что все что экстендится оно описывается отдельно вас это может в данный момент немного отпугнуть покоробить что называется но как я уже говорил если мы сделаем несколько заголовков все их за экстендим от heading 1 то они здесь будут через запятую и просто поэтому а это уточнение этого класса здесь теперь вопросов никаких не вызывает поэтому вывод именно такой какой он есть там у нас есть еще модуль текст очень быстро его тоже опишем очень неудобно что на sas мастере нету эмета приходится все свойства писать вручную я уже даже отвлек фонд текст и модуль link насколько я помню давайте придумаем что я делаю всегда текст декорейшин нам сделаем ему поярче какой-нибудь цвет поярче цвет сделаем хувер текст декорейшин онберлайн вот такой у нас небольшой модуль получился если мы сейчас включим html то в принципе уже что-то такое есть можно поприличнее его сделать какой-нибудь например бэкграунд легкий добавить грамот придумаем какой давайте вот такой небольшую границу какую-то ошибку лайтен натупил существенно его осветлить вот такой у нас модуль получился он адаптивный то есть если мы сейчас вспомним то текст я уменьшал по мере уменьшения увеличения вьюпорта это все очень легко достигается с помощью саса и как вы видите что немаловажно наш код он такой прибранный можно даже энтерами как-то это все разделять вот это местами все переставлять я здесь конечно не соблюдал никакие правила и очень у нас это все получается симпатично в продакшн естественно мы делаем компресс ну и это все там занимает буквально буквально ничего так что да еще одной из фич саса можно назвать математические операции то есть мы здесь просто написали 600 пикселей но если мы хотим сделать это например респонсивным ну вот например каждый параграф хотим сделать по ширине там условные 50% но в данный момент у нас 600 пикселей мы никогда не знаем сколько у нас это будет дальше поэтому ну допустим в данном контексте можно сделать что-то в таком духе и так сейчас верну экспанд чтобы нам было видней все математические операции плюс-минус умножить разделить и проценты можно использовать в сасскрипте они интерпретируемые здесь у нас 50 процентов получилось ну естественно в реальных случаях это все все эти значения хранятся в переменных чтобы здесь в данный момент контекст 600 пикселей я могу в одну секунду его изменить очень быстро сделаю контекст with 600 пикселей скопирую сюда сюда и свернем буквально назначение сменю все у нас весь css меняется ширина пересчитывается в зависимости от каждого значения было 75 процентов 150 ну это такой не самый живой пример но теперь понятно что сас также используют арифметические операторы и это очень помогает любителям создать свою сетку у нас очень часто в комментариях в паблике пишут что существующие сетки использовать не хотят по каким-то разным причинам и хотят написать свою вот с помощью саса это сделать легко просто здорово пишите в комментариях что об этом думаете ну и последняя фича на которой я хотел бы остановиться это тот факт что можно делать небольшие кусочки я сейчас вам это покажу верну терминал верну хотя я даже не просто так сделаю вернемся на рабочий стол папка сас тест и мы можем сделать например папку паршелс в нее перейти там создать что-нибудь типа бэйс ссс обратите внимание я начал имя файла с нижнего подчеркивания так мы говорим сасу о том что компилятору этот файл напрямую компилировать не нужно он будет использоваться в последующих каких-то проектах в него я буквально очень быстро любой цвет напишу здесь я запущу вотчера сохраню здесь был задетектено изменение но как мы видим ничего не закомпилировалось напрямую здесь не появилось нового файла потому что мы начали его с подчеркивания теперь чтобы его использовать в своих каких-то проектах мы используем директиву импорт и пишем относительный путь причем относительно будущего скомпилированного файла css то есть мы пишем farshells base даже не обязательно писать расширение и нижнее подчеркивание компилятор sas все понимает и очень быстро сообразит что делать мы даже здесь можем использовать нашу переменную color насколько я помню да и ставил css все скомпилировалось как вы видите black то есть он поймал значение этой переменной использовал его уже здесь с учетом этого можно очень даже легко наш проект весь структурировать по разным директориям мета информация какие-то вендорные файлы непосредственно модули в зависимости от размера проекта будет иметь смысл его организация расширения и с помощью sas это очень даже возможно я позже в следующих роликах на этом установлюсь подробнее а на сегодня все спасибо вам за просмотр пишите в комментариях что думаете не забывайте ставить лайки подписываться на twitter вк на этот канал и всем удачного дня пока